Эй, здорово всем! Здорово, ребята! Здорово, пацаны, девчонки! Все-все-все! Интересное приветствие, надо снова записать, что ли, его? Хотя ладно. Первое марта, весна, весна пришла, и погодка прямо весенняя. Вот снежок какой-то непонятный пошел, то солнышко греет прямо вообще классно. Короче, шикаривус на улице. Поехал я в 5 часов вечера, поехал я на работку, но я уже сегодня был на работке. Много куда ездил, но да сейчас и расскажу. Вообще про много, про что хотел рассказать. Сейчас все в лифте ехал, думал, блин, вот про это хочется вам рассказать, про это хочется рассказать. А сейчас уже забыл вообще про что хотел. Вот, 992 подписчика у меня уже на канале. Почти рубль, почти тысяча красота. Запилю там видос один на тысячу. Ну, просто тема будет такая для видоса, да? Тысяча подписчиков, по сути. Все же на самом деле, это как Новый год, на самом деле ничего не меняется. Все остается в своих местах, просто цифра. Вот. Наконец-то я завел себе абонентский ящик. Это, ну, как бы, самая такая... Главная. Самая главная, основная такая новость. Теперь у меня прямо как у заядлого блогера-попрошайки. Не заядлого блогера-попрошайки. У заядлого блогера-ютубера рядом с кнопочкой подписаться на канал будет скоро циферка 999+. И ничего страшного, что там всего плюс один или плюс там два, плюс три. Кроме того, кошелек-попрошайка. Яндекс-кошелек у меня под видео есть для развития канала, конечно же. Вот. Ну, на самом деле, на всякие нужные дела. Ну, так вот. И теперь у меня есть абонентский ящик. Ого! Теперь вы можете высылать мне всякую шнягу на обзор там какую-нибудь жратву в еду человека. Ну, это, наверное, в первую очередь. Блин, кто мне там звонит? Блин, 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 блин. Слишком быстро катимся. Слишком быстро катимся. Сейчас там загорится зеленый. Продавчиха звонит. Беременная продавчиха, которая собралась... Чего там они тормозят? Зеленый свет, а все остались на своих местах. Перезвоним. Ну, так вот. В чем вся фишка-то? Вся фишка. В том, что есть теперь у меня абонентский ящик. И можно чего попало, высылать мне на обзоры, там, посмотреть. Ну, и просто мне как-то раз замечательный, хороший человек, Олег Есенин, хотел прислать спортпит, по-моему. Ну, в рамках того, что я качаюсь, я протеин ни разу в жизни не жрал. Ну, один раз, да, в жизни, там, 17 лет. Вот, Атлант. Он мне хотел прислать спортпита. Как раз у меня дни рождения был в качестве гуманитарной помощи. Не знаю. Ну, и что-то как-то я подумал, блин, что, куда, как, сейчас пересылать, там, сколько денег платить. Ну, ему как-то мне не хотелось напрягать человека. Так, и, короче, вопрос замялся. А зря. Было бы вообще круто получить посылочку. Я думаю, и человеку было бы приятно отправить. Потому что еще не всегда так круто, ну, сами знаете, да, не всегда так круто что-то получать в подарок. Как бывает круто дарить и видеть, когда человек искренне рад. А получить посылку, это всегда радостно и здорово. Ну, так вот. У меня теперь есть абонентский ящик. И я вам могу его сообщить. Ну, это, ну, чтобы прислать посылку, нужно, ну, там, или там, письмецо какое-то, еще что-нибудь в этом роде. Нужно писать, ну, понятно, Российская Федерация, город Ижевск, ну, в котором я и живу, соответственно. Это сразу вопрос, если кто-то спрашивает, бывает, типа, в каком городе ты живешь. Блин, не успел достать. Город Ижевск, улица Вадима, Сивкова, 12, а, 12, улица Вадима, Сивкова, 105. Это причем из какой-то рекламы же 12 у меня что-то в мозге, в голове засело. Улица Вадима, Сивкова, 105. Я просто сам еще только-только буквально с почты вышел. Поэтому, ну, не сейчас, конечно, я ездил туда на почту, но недавно. Улица Вадима, Сивкова, 105. Номер абонентского ящика, 5725. О, 5725, надо самому запомнить. Так что, если что, отправляйте разные шняги, я буду рад, сделаю обзор обязательно. Обязательно буду каждый раз снимать видос, если что-то получаю в посылочку. Ну и все тому подобное. Блин, борода у меня уже выросла знатных размеров. Хотел рассказать, я сегодня, я же подключился, вот тип тут стоит, и хочет, чтобы нас всех оштрафовали. Недавно я рассказывал вообще с Домом.ру, какие у меня были проблемы, ну, то, что вообще паршивая и связь, и то, и все. Но в целом-то нормально, единственное, я платил больше тысячи рублей каждый месяц. За телефон, интернет и капельное телевидение, не цифровое. Ну и в конце концов, из Ростелекома, из Ростелекома, блин, звонили мне за год, наверное, раза четыре. Все время звонят, звонят, звонят разные, или звонят, звонят, звонят разные менеджеры. Приседают на уши, мне приседают, жене звонили тоже отдельно. А так как мы хотели уже уйти из дома.ру, то в итоге мы согласились на Ростелеком. Ну, типа, ладно, приходите, подключайся. Они вот прямо тут же, буквально на следующий день, хлоп-хлоп, нам удобно в 9 утра. Все, в 9 утра прибежали, подключили. Притащили к приставку, к телевизору воткнули. До этого так прекрасно мы смотрели. Кабельный, ничего не надо было, кабельный провод шел, и все. Тут еще проводов добавилось, приставка эта. Второй пульт нам дали от телевизора, теперь телевизор два пульта, что вообще не удобняк. Мы все равно с ним старым пользуемся, потому что телек-то мы практически не смотрим. Что там, интернет? А интернет мы можем смотреть со старого пульта. Ну, и мелкий у меня тоже. Ютуб смотрит в основном только со старого пульта. Но, в принципе, качество телевидения, да, порадовало. То есть, оно лучше, реально, ты смотришь каналы и понимаешь, что не зря купил здоровый телевизор. Все ярко, четко, красиво, здорово. Вот. 590 рублей по всяким, по всяким, по всяким акциям. То есть, у меня будет интернет. 80 мегабит в секунду. Там, причем, в договоре написано 55, и типа по акции какой-то он увеличивается на 25. И телевидение, 119 каналов. Не знаю, как, смотрите, вот специально сказал, чтобы вы сравнивали со своими какими-то провайдерами. Но в чем вся фишка? Короче, все это оборудование, это вонючий роутер они мне свой принесли. Хотя у меня был, но они сказали, ну вот этот поддерживает IP-телефонию. И IP-телефония у меня. Но за телефон я плачу отдельно. Типа, сколько наговорю? Без амонентской платы 70 копеек за минуту разговоров. Я понимаю, что дороговато. Ну ладно, я чисто для того, чтобы был дома тот телефон. Мало ли закончились деньги на телефоне, на мобильном, еще какая-то байда. Что всегда есть резервный канал связи. Это продавщика неуемная. Я перезвоню. Ну, беременная женщина, что делать? Что сделать? Надо было обязательно взять трубку и сказать. Ну вот. О, ученик тупит. Как и положено все. На чем я закончил? Короче, фишка в том, мы еще пошли в Дом.ру отключаться. Блин, там хрен отключишься. Нужно самому ехать, писать заявление. И так они приседают на мозги. Прямо она выводила нас на спор, почему мы хотим отключаться и почему Дом.ру все-таки лучше. Я еле-еле, ну как бы, предостерегал постоянно. Одновременно. Вторую половину, что не надо спорить. Я говорю, просто человек делает свою работу. Мы пришли отключиться, отключите нас. Решение принято. Ну, блин, еще причем находится в дыре такой, ну, на другом конце города. Я не знаю, специально, что ли, чтобы туда все ехать не хотели, отключаться от этого Дом.ру. Но мы все-таки приехали, раз уж мы подключились к Ростелекому. И она нам рассказывает историю, что, оказывается, у нас все оборудование, ну, я читал договор там, да, как-то написано это, но написано очень криво, очень как-то, ну, по-хитрому, что если мы раньше времени отказываемся от этого оборудования, от этой ТВ-приставки и роутера, то за 4 тысячи рублей мы должны это все выкупить. Типа мы взяли это в рассрочку, и если мы откажемся от интернета, то мы все равно будем платить эту рассрочку. Вот это говно. Вот это говно. Поэтому, если что, ребят, к Ростелекому я не советую вообще подключаться. Вот именно из-за таких вот хитрых, как сказать, ну, каких-то хитрых, въедливых технологий. Это же обман, можно сказать. Что тебе говорят, да вот, мы даем им приставку, все даем, оказывается, ты берешь его в рассрочку и обязан выплачивать. Без разницы, будешь пользоваться связью Ростелекома, не будешь. Все, взял в рассрочку, это гребанное оборудование, которое больше никогда ни в чем не пригодится, кроме как при подключении к Ростелекому. И должен платить теперь 4-3 года за это оборудование. Три года. Но, в принципе, 14 дней у меня есть, я решил не отказываться, потому что я хотел сначала отказаться, когда все это раскрылось, а потом что-то мы посидели. Там мы платили больше тысячи в Домру. Тут, в принципе, за то же самое, только еще и телевидение стало более качественным. Мы платим 590. Я договор внимательно изучил, внимательно почитал, но я тогда же еще, когда этот тип его принес, изучил и почитал. Да, рассрочка входит уже, все входит в это, в общем, все платежи уже входят в эти 590 рублей. Поэтому больше мы платить не будем. А если мы будем платить 590, то есть меньше, чем платили, пусть даже у нас в рассрочке оборудование, за которое мы тоже платим, в эти 590 рублей по суперакциям. Ну, ладно, хрен с ним. Отключаться, в принципе, 3 года. На Доме.ру, по-моему, больше, я не знаю, сколько, но тоже время летит незаметно. Я думаю, тут 3 года мы просидим, и все, в принципе, будет нормально. Ну, а нет, ладно, выкупим все за 4 тысячи, ладно, это говно, выкупим и все. Вот такая фигня. Но еще был подвох со стороны Ростелекома. Мы собирались оплатить эти 590 рублей, заходим в личный кабинет, там зарегистрировались, все. Смотрим, а у нас уже минус 200 там с чем-то рублей. Мы немножечко удивились, с чего бы сразу минус 200, я давай звонить. И оказывается, что непосредственно за подключение телефона мы еще должны заплатить 200 рублей. Причем про это нихрена нигде не сказали. Не сказал оператор по телефону, который нам рассказывал, там менеджер, который продавал нам там всяко-всяко все прелести, все в подарок, все в подарок. Не чувак, который, ну просто мастер в штанах, что там с него взять, да, не взять, не дать, не взять. Пришел, подключил, ушел. Хотя я ему мозги компостировал, конечно, изрядно. Никто мне про эти 200 рублей не сказал. И даже не в сумме дело, а дело вот именно в принципе. Что вот так вот по-тихому, по умолчанию взяли и воткнули 200 рублей. За телефон. Причем нихрена там ничего не подключали. Он даже провода старые домрумовские не стал менять. Просто-напросто воткнул за одной коробочкой в подъезде, мой старый провод в другой. И все. Блин, плююсь тут даже. От переживаний. То есть это у меня был уже телефон от дома.ру. Айпи-телефония, за который я за подключение нихера не платил. Меня, в общем, это дело возмутило. Я стал ругаться с ними. Они сказали, нужно самому приехать и пописать новому заявлению. Мы, типа, там, написать заявление, претензию. Я сегодня поехал в этот гребаный рост целиком. Приехал, отстоял одну электронную очередь. Мне сказали, что это вам консультация. Отстоял одну электронную очередь. Оказалось, что это не консультация. Причем та же физиономия там сидела, которая изначально мне сказала, что вам в электронную очередь. Это вопрос по консультации. Я попал к ней как раз же на консультацию, простояв 20 минут. Проконсультировался точно так же, как до этого подходил. Не могла сразу сказать. Я сказал, что нет, я не могу ничего сделать. Это вопрос на расторжение. И опять отправила меня в электронную очередь и перестает на расторжение. Ну, хрен с ним. Я отстаял на расторжение. Пошел там вообще в другую дверь, оказывается. Пришел. Ну, там более-менее такая лояльная тетка сидела. Она сама толком не разбиралась. Я ей грузанул. Потому что, говорю, в договоре не прописано. Нигде не прописано. Что я обязан внести эти 200 рублей. Никто мне про них не сказал. Верните. Она говорит, ой, тететю. Я говорю, сейчас я хочу расторгнуть договор на телефонию. Потому что, говорю, у меня условия под тем договором не меняются. Они реально не меняются. То есть, там нет такого, что три в одном у тебя должно быть обязательно все три услуги. Я говорю, отключите меня нафиг. Телефон, 200 рублей, верните. Стал писать претензию. Она говорит, пишите претензию. Я говорю, какая претензия? Претензия это вы решайте. Тут я решаю. Я отказываюсь. Они что-то мнутся, мнутся. Ну, все равно напишите претензию. Сейчас мы вам договор расторгнем. Потом что-то они там бегали, ходили туда-сюда. Приходят, говорят. Ну, мы вам вернем эти 200 рублей. Лучше не пишите претензию. Мы вам 200 рублей в апреле начислим. Если так, вы напишите претензию. Там у вас вы подключились по акции. Типа претензию напишите. И у вас плата за подключение будет полторы тысячи телефонов. В общем, этот гребаный телефон будет стоить полторы тысячи подключения. Айпи-телефонии. Что там подключать? Если есть интернет, там подключать ничего не надо. По факту. Если у тебя есть дома телефон, есть интернет, там не провода тянуть. Либо, говорит, если претензию писать не будете, мы вам типа начислим 200 рублей. Я говорю, где какие гарантии, что вы начислите? Ну, вот, в личном кабинете посмотрите. Я говорю, а если вы забудете, где какие гарантии сейчас у меня, что вы мне начислите? В общем, я взял с этой тетки телефон, записал, как ее зовут. Я сказал, я вам в апреле позвоню. И если вы забудете, мало ли. Ну, она не забудет, она такая там. Ну, говорю, на удивление адекватные тетки там сидели. В плане, что, ну, лояльные какие-то. Нет у них такой, видимо, натренированности на то, чтобы как-то забодать человека, переубедить. Потому что в доме РУ прямо видно было, что они все проходили тренинги на то, чтобы конкретно переубедить человека. Особенно запутавшегося какого-нибудь пенсионера. Что ему нафиг не надо переключаться. Тут как-то она сама терялась, когда я там с ней разговаривал. Сама что-то там не знала, что ответить. Там ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну, в общем, в итоге получилось, что все-таки у меня будет, получается, бесплатное подключение телефона. Поминутная тарификация без абонентской платы. Я решил, ладно, пусть будет. На всякий случай, как резервный канал. Чтобы лучше с телефоном, чем без телефона. А так, я сделал вывод, ребята, что если есть у вас возможность выбора, к Ростелекому не подключайтесь. Это какие-то евреи там сидят. Я не знаю, я не хочу обидеть евреев сейчас. Как это звать? Очень хитрожопое говно там сидит в Ростелекоме, которое придумывает эти тарифы. Я в свое время устраивался туда работать. Я пришел на собеседование, там какой-то был таракан рыжий. Я вообще хорошо отношусь к рыжим людям. У меня много друзей. Тем более я где живу-то, в Ижевске здесь, блин, Республика Рыжих. Но вот там сидел прямо таракан, короче. Собеседование я прошел. Ну как прошел, я не знаю, в общем, мы побеседовали. А потом через некоторое время я ушел туда. Он мне систему мотивации не сказал, сколько будет платить. Сказал, типа, позвонит мне. И он мне звонит и расписывает. Вы будете делать вот это, вот это, вот это. А потом, вот если вот это, вот это, вот это, вот это, какие-то показатели выполните, то будет вам вот столько там. Вот потом плюс вот это, плюс вот это. Короче, я посчитал в уме. Причем он знал, сколько я получал на тот момент. Я ему сразу озвучил цифру. Что, сколько вот я получаю, сколько хочу получать. Я посчитал, я говорю, так я же по факту, если тут буду упахиваться как конь, выполнять там дохренища всяких приоритетов, я буду получать меньше, чем я сейчас получаю. Ну вот. Причем он мне с таким воодушевлением это рассказывал. Блин, ну просто я, я не знаю, у меня не было, не было слов. Я просто внутренне смеялся. Внутренне смеялся и негодовал. И вот, видимо, такие типы там в этом Ростелекоме сидят везде. Что вот такую хрень они придумывают. Человек заключает договор, я просто представил, ладно, я там все в Нике как-то более-менее разобрался. И то, по факту, я уже подключен, это оборудование дома стоит. А какие-нибудь пенсионеры, например, впарили за 8, за 4 тысячи эту приставку, эту всю эту хрень, да, за телефон 200 рублей повесили за подключение. Это еще по акции, это подарок. И не за полторы тысячи, который нахрен им не нужен. Короче, ребята, не подключайтесь к Ростелекому. Ростелеком говно. Мое личное мнение субъективное. Просто, может быть, я неправильно что-то понимаю, там еще что-то. Но мое личное мнение я никому не советую. Вот такая фигня. 1 марта. Ура, весна пришла, скоро лето. Крутяк, люблю весну, вот особенно вот такую вот в самом начале. Классно, классно всех с весной. Ставьте, конечно, же лайки, пишите свои комментарии. Что вы думаете по этому поводу, какого провайдера советуете. Вот. Отправляйте посылочки на абонентский ящик 5725. Город Ижевск. Улица Вадима Сивкова. Дом 105. Ладно, давайте. Пока.